Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи, которая называется Андрей Малевич. Обзор крипторынка PI Capital Union. Меня, напомню, зовут Игорь Суздальцев, и вы находитесь на интерстриме инвесторов Utrade TV, а наш спикер уже с нами. Вы его хорошо знаете, алготрейдер, теперь уже и криптотрейдер Андрей Малевич. Приветствуем вас! Приветствую, Игорь Николаевич! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, зрители моего канала! Вот так, друзья, наши калининградские друзья нас приветствуют. Здравствуйте, товарищи! Красного флага позади еще нет, но кто знает, что будет завтра. Жизнь такая. Ну что, Андрей, начну с вопроса дня. Вчера состоялась ставка ФРС. Как вы пережили, как в вашей портфеле в целом? Сейчас мы перейдем к крипте. Вот если в целом говорить, как портфели пережили, пришлось ли активно участвовать, управлять позицией? Я вообще по Форексу практически был разгружен. Единственное, по некоторым валютным инструментам я был в шортах, по фунту был в шортах. Со мной были некоторые ребята, которые ученики, мы вышли в профит. По золоту профит и по двум валютным инструментам тоже профит. Но что касается крипторынка, там, конечно, вообще огонь. Здорово, здорово. Ну, во-первых, мы рады, что в целом все прошло хорошо, потому что у всех вчера было по-разному. Ну, а сейчас, конечно, с огромным интересом ждем ваших новостей по крипторынку. Как получилось и чего ждете дальше? Куда идем дальше? Так, ну, тогда давайте непосредственно перейдем к демонстрации рабочего стола, покажем свой экран, посмотрим на график. Да, друзья, пожалуйста, берите воспламеняющиеся вещи от экранов, сейчас будет огонь. Так, 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 так. Видим хорошо. Ну, давайте буквально, раз уж вчерашний день затронули, давайте посмотрим, что у нас было по крипте. Сегодня, я напомню, у нас крипто-день, крипто-выступление. Даю его от компании PayCapital Union. Вчера у нас было, было пять сделок, по крайней мере, которые я выложил в канал Telegram по пяти инструментам на крипторынке. Сделки были быстрые. Единственное, в которые сделки я задержался, это был последний инструмент, это Algo USD Teaser. Сегодня уже под утро она закрылась, с хорошим, повторюсь, профитом. Все это было на росте биткоина, то есть толкнул, по сути, индекс доллара, подхватил крипторынок. Ну и, в общем-то, в канале PayCapital Union все сделки выложены. Здесь, ну, видите, заходил, начал я с Don't. Далее продолжил, то есть, ну, дальше уже пошли фиксации профита плюс 2,2%, плюс 4,1%, плюс 7,2%, плюс 8,2%, ну и так далее. Я еще не подводил итог, вот сегодня только-только закрылась сделка. И, в принципе, я думаю, где-то в районе 15% за один день. То есть, это, ну, это просто был ударный день вчера. Работали все инструменты на пробой от ланков. Единственное, посола, я здесь, скажем так, виноват сам. Там, в общем-то, почему-то я посчитал, что уровень 130.10 удержат, вот, удержат в смысле снизу, то есть на хороших объемах данный инструмент пробил уровень, и были объемы в направлении продаж. И, соответственно, я открывался в направлении продаж, вот, держал на споте, видел достаточно серьезный объем со стороны продавцов. Вот, но в моменте все откупили, инструмент двинулся против меня, выбили по стопу в 3.06. Все остальные четыре инструмента перекрыли с лихвой. Сол, поэтому, в общем-то, я не в обиде на сол, ну, все нормально. Что касается вчерашнего рынка, вчера я наблюдал пробой практически по всему рынку, но весьма странно началось движение. Началось движение с нашего любимого индекса доллара, поэтому я на нем, в принципе, остановлюсь. Все-таки крипторынок реагирует на ставку ФРС и вообще на индекс доллара. И на вот этом сильном движении по индексу доллара, в общем-то, вот здесь вот еще только-только начали набирать позицию относительно лангов. Здесь собрали, в общем-то, шарты. Здесь продолжили собирать шарты. Здесь уже, в общем-то, я тоже набирал позиции в направлении лангов, скажем так, по альткоинам. Это у нас, скажем так, красы на крипторынке. И вот этого отката, вот этого отката сбора стопов, который был на индексе доллара, на криптобирже не было. И на этом движении, в общем-то, получился очень хороший профит на пробой, как я сказал, по многим инструментам. Ну и, в общем-то, скажем так, прогноз, который я давал по индексу доллара, ну практически тут на 100%, ну не на 100%, на 80% оправдался. И золото, в общем-то, тоже отработало. Соответственно, вчера был, еще раз повторюсь, хороший ударный день в качестве профита. Ну давайте непосредственно перейдем сейчас, посмотрим на крипторынке, что у нас происходит. Данный инструмент, сейчас перед нами биткоин. В общем-то, данный инструмент я пока, внимание, пока локально вижу от лангов. Несмотря на то, что данный инструмент у нас находится в среднесрочном падающем тренде. В среднесрочном падающем тренде угол движения цены направлен вниз. Но, в общем и целом, есть движение, скажем так, наверх по биткоину. Локальное движение внутри среднесрочного падающего тренда. Внимание, движение по биткоину без объема. На споте объема нет. Тащит. Тут тын-тын-тын-тын-тын. Короче, ну в общем-то для меня это ни о чем. Хотя я на общем фоне все равно загружался в биткоин. Подбирал его. И в общем-то, ну чуть-чуть подзаработал. На данном инструменте. Но в основном, основной заработок прошелся по альткоинам. Итак, сейчас у нас такая картина, что данный инструмент подошел к достаточно сильному консолидационному накоплению. Совсем недавнешнему от начала сентября. Ударились в него. Раз, два, три. Отбои уже есть. Ослабевает движение со стороны покупателей. Я думаю, сходят, свозят инструмент в район вот этого консолидационного накопления. Вот так вот коротко. В район 43-43-300. Отсюда можно будет попробовать. Попробовать аккуратно набрать позицию в направлении лонгов. С целями 44-500. И вот здесь вот на пробое посмотреть, как будет вести себя инструмент. Если будет нормальный такой, скажем так, уверенный пробой по данному инструменту, то попробовать отработать его в район 46-100 к верхней границе среднесрочного падающего тренда. Точнее, среднесрочного падающего тренда. И вот здесь вот где-то, конечно, уже нужно будет фиксироваться. То есть попробовать можно от лонгов. И еще один момент. Если данный инструмент у нас в моменте, ну, буквально в течение, скажем так, этого дня пробивает отметку 44-500 и закрепляется выше, то есть уходит, скажем так, прямо входит вот сюда вот в это консолидационное движение с закрепом, то тогда очень быстрое движение в район 46-200. Там посмотрим на волатильность, какая будет волатильность. Надо будет раскидаться по тейп-профитам, поджаться в район 44-500. И в принципе можно попробовать от лонгов. Но сейчас, на данный момент, я бы ничего предпринимать не стал. Видите, данный инструмент между уровнями. То есть, ну, ни туда, ни сюда не ближат. Поэтому, в общем-то, прямо в моменте никаких идей по нему нет. То есть пока надо посидеть, подождать. И находится, скажем так, в середине среднесрочного падающего канала, среднесрочного падающего тренда. Тоже как бы ничего такого интересного нет. Вчера на пробой здесь, да, было, но без объема. Эфириум. По эфириуму картинка у нас схожая с биткоином. Данный инструмент у нас, ну, глобально, я не сказал по биткоину, он направлен вверх. Эфириум тоже глобально смотрит вниз, вверх. И, в общем-то, сейчас находится, так же, как и биткоин, в среднесрочном падающем тренде. То есть угол движения цены по данному инструменту тоже направлен вниз. Вот. И идет такой локальный тренд. В общем-то, вот так его можно резерсовать. Перелом есть, но очень слабый. Но касательно биткоина, в эфириуме был объем. Был объем, на котором толкали. Пробили достаточно значимое сопротивление 3050. Закрепились выше него. И, я думаю, в общем-то, можно попробовать, скажем так, на такой небольшой коррекции. В район 3000, 3050-3000. От 3000 отбиться куда-то в район, скажем так, 3150. То есть куда-то сюда. И в район 3300. Примерно где-то так вот. Тут такие границы достаточно размыты. И тут скорее будет такая зона. Тут не уровень, а зона. Достаточно размыто. Вот. И если данный инструмент у нас очень быстро сейчас пройдет в течение сегодняшнего дня отметку 3150 и закрепится выше, то тогда на фигуру можно будет попробовать отработать данный инструмент в направлении 3250-3300. То есть пока от лонгов. Но надо не забывать, что данный инструмент у нас по-прежнему находится в среднесрочном падающем тренде, как я говорил. И глобально данный инструмент у нас, в общем-то, по-прежнему смотрит наверх. И такой долгосрочный устойчивый тренд, и среднесрочный устойчивый тренд. Поэтому, в общем-то, здесь, конечно, пока отбиваемся от лонгов, подойдем к верхней границе среднесрочного падающего тренда. Далее будем отбиваться от верхней границы уже от лонгов. То есть пока лонги, потом шорт, потом снова лонги. То есть, в общем-то, если разрисовать, наверное, запутал. Если разрисовать, то это выглядит будет вот так. Вот так. То есть, в общем-то, пока я бы тоже по данному инструменту предпринимать, вот сейчас, вот прямо в моменте ничего не стал. Данный инструмент у нас стоит посреди двух уровней, скажем так, в середине канала, между уровнем 3050 и уровнем 3170. Поэтому, в общем-то, пока я бы воздержался. Из идей, которые, в принципе, на мой взгляд, можно попробовать отработать прямо сейчас, это инструмент у нас вот такой вот, вот его название. Это Altcoin HBRUSD Teaser. В принципе, от текущих уровней данный инструмент, вообще, я хочу сказать, у нас находится в таком долгосрочном растущем тренде, видите? Вот он перед вами. Вывели данный инструмент вчера такими мощными движениями из среднесрочного падающего тренда. И, в общем-то, находится в гипотетически растущем тренде. Подошел к верхней границе, отбился, подошел, скажем так, к достаточно важному уровню для себя. Это 0,3764. Это уровень сформирован вот этим консолидационным накоплением совсем недавним, от начала сентября этого года. И, в общем-то, можно попробовать отработать данный инструмент к нижней границе гипотетически растущего тренда. Или к уровню, такими простыми словами, или к уровню 0,35, 2,0. То есть, вот куда-то сюда, к этому круглому уровню. Единственное, что я хочу сказать, работать данный инструмент нужно с коротким стопом, очень быстро и, в общем-то, не ниже вот этого консолидационного накопления. То есть, не ниже уровня 0,35, 2,0. Потенциал здесь примерно я смотрел в районе 7%, примерно 6,93. Вот, ход движения для данного инструмента нормальный. То есть, скорость изменения цены во времени по данному инструменту вполне приемлема. Также надо сказать, что данный инструмент уже подошел к этому уровню. Внимание! Так, так, так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть раз ударил данный уровень. Сформировал такую шапочку. Далее, пробой вот этой вот среднесрочной, скажем так, разделительной линии. Ну, возможно ли теста, возможно, не будет. И дальше, я думаю, вот сюда. Либо сразу, сходу, если на высоком объеме, сразу очутимся здесь, сразу сюда прольют. И, в общем-то, это будет примерно 7,6,5-7%. То есть, в принципе, можно будет попробовать забрать. Если все нормально разложится, я выложу данный сигнал в канал P-Capital Union. Вот сюда вот, куда я все выкладываю. Ну, не все, я сюда не все сигналы, конечно, выкладываю. Но этот сигнал я выложу, если по нему буду работать, и можно будет отсюда его забрать. Единственное, нужно будет просто следить, потому что рынок движется быстро. Поэтому время на раздумье будет, я смотрю, в трех часах. Время на раздумье будет примерно час-полтора. Вот, я закончил, Игорь Николаевич, если ко мне есть какие-то вопросы, я готов ответить. Спасибо большое, Андрей. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Сергей Григорьевич, задаю этот вопрос. Скажите, пожалуйста, какие скринеры используете по сортировке монет? Скринеры, да пока я никаких не использую, я только глазами. Я выбрал для себя примерно 30 инструментов, только глазами смотрю. Так автоматики никакой нет. Мы с коллегой, я с своим коллегой буквально, наверное, позавчера говорили, что нужен какая-то автоматика, чтобы сканить рынок и выбирать инструменты. Но пока ничего нет. Ну, понятно, да. То есть, если по фондовому рынку скринеров десятки, то здесь получается пока ничего нет. Кстати, друзья, программисты, сделайте скринер по типу финвиза для крипты, и будет вам счастье, будет популярный инструмент. Может быть. Да, так что есть программистам, на чем заработать. Сергей Дельмудинов, второй вопрос задает. Пожалуйста, подскажите про новости, где почитать о том, что произойдет с 1 октября. Дело в том, что по новостям информации меня нет. Я, наверное, не первый раз, я все время говорю, что как я отношусь к новостям, к фундаменталам. Я вообще не слежу за новостями, кроме нонфарма. То есть, поэтому я даже ничего не могу порекомендовать. Я вообще стараюсь абстрагироваться от новостей, от фундаментала и от сигналов, и видения других трейдеров и так далее. То есть, у меня четко есть система, я не отклоняюсь. Понятно, поняли, спасибо. Анастасия спрашивает, как вы планируете выводить прибыль с крипторытков на фоне последних новостей? Анастасия, я работаю, я управляю токеном компании Piquet Petal Union. Вся прибыль формируется у них на европейских счетах. Как они это будут делать, меня не интересует. Ну, я понял вас, да. Это даже как бы не ваше решение, это они, те, кто владеет счетами, будут принимать решение и думать об этом. Понял. Ну, вообще, процедуру вывода денежных средств у них, насколько я знаю, налажена очень просто. Они открывают вам карточный счет в европейском банке, выводят на этот карточный счет, далее у вас должен быть этот счет зарегистрирован нашей налогой, вы это декларируете как поступление дохода, вот и все. Я понял. Ну, это речь идет о доходе управляющего, друзья. Поняли вас, Андрей. Спасибо вам большое за ваш обзор. Очень интересно, даже вот новое направление бизнеса, друзья, мы увидели сделать хороший скринер по крипте. Вот. И, конечно, желаем вам продолжения успеха и хорошего настроения. Спасибо, Игорь Николаевич, вам. Всем удачи и профита на рынке. До свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok